Музыка Безусловно, основным событием ушедшей недели было окончание выдвижения кандидатов и подача их документов с муниципальными подписями в Центр избирком. Практически по всем кандидатам из 11 заявленных результат уже известен и, пожалуй, что это и есть главная сенсация прошедшей недели. По результатам вчерашнего дня из 11 кандидатов, которые претендовали на участие в выборах главы Республики Башкортостан, 8 человек прошли муниципальный фильтр, что феноменально много, чего не случалось никогда в истории Республики Башкортостан. О природе этого события и о сложностях и проблемах, которые возникнут в связи с этим, мы поговорим чуть позже. А пока пройдемся по списку тех, кто преодолел муниципальный фильтр и кто идет на выборы главы Республики Башкортостан 8 сентября этого года. Напомню, что условием и нормой закона о выборах в Республике Башкортостан, главы Республики Башкортостан, является подача в Центр избирком 454 подписей муниципальных депутатов любого уровня, кроме депутатов госсобрания, которые не являются муниципальными депутатами, подписи о том, что они выдвигают вот этого кандидата в выборный процесс. Собственно, эти подписи, в отличие от других сборов подписей, заверяются нотариусом и процесс такой непростой. Последний раз эта история происходила у нас в 2014 году, когда на выборах пытался избраться Раиль Сальхович Сарбаев, прошел тогда на выборах Хамитов, и были там еще лесники, которые потом превратились в депутатов госсобрания. Так вот, на прошедшей неделе первым сдал и подтвердил достоверность своих подписей муниципальных депутатов ради Фаритовича Хабиров, что, собственно, ни у кого, наверное, никакого удивления не вызвало. Я даже предполагал, что за право подписать эти листы, наверное, была целая конкурентная борьба. Ну, в общем, было предсказуемо, что Хабиров пройдет этот фильтр, конечно же. Непредсказуемо было то, что первым делом сделал Радий Фаритович после того, как был признан законным кандидатом на выборах. Радий Фаритович отказался от дебатов. Ну, классика жанра, с одной стороны. Это опять очередное прямое и достаточно слепое копирование Путина. Путин тоже никогда не принимает участия в дебатах. А с другой стороны, я как бы с ужасом представил себе дебаты Хабирова и Томасовой, например, или Хабирова и Кобзона. В общем, конечно, картинка была бы ужасная. Ну, и учитывая тот достаточно слабый навык прямой речи и прямых эфиров, которые продемонстрировал нам господин Хабиров, конечно, наверное, это решение здравое. Я не помню точного порядка выдвижения и подтверждения муниципального фильтра относительно кандидатов, потому буду говорить о них по порядку. И начнем с Кобзева. Владимир Кобзев тоже прошел муниципальный фильтр. 454 подписи муниципальных депутатов были за ним признаны достоверными. В той или иной мере все кандидаты на пост главы республики Башкортостан комментировали свои намерения и свое выдвижение, но не Кобзев. Напомню, Кобзев это такой какой-то блогер, полубелорусский, полубашкирский, на всякие разные такие очень вторичные темы пишущий в интернете. В общем, фигура сформирована исключительно синтетически, я имею в виду как кандидат в главы республики Башкортостан. По задумке политтехнологов Белого дома он должен на себя отвлечь ту часть электората, которая условно пасется только в интернете. Которые не воспринимают новостей из Бажинформы, не читают газет, не смотрят телевизор, а вот сидят все в соцсетях. И именно их на себя должен забрать Кобзев, чтобы, не дай бог, куда-нибудь там не ушли эти голоса, во-первых, а во-вторых, чтобы каким-то образом повысить явку. Этот технологический ход очень старый. Я имею в виду фрагментацию избирательного спектра вот по таким признакам. Вот вам блогер, вот вам домохозяйка, вот вам певец, футболист и еще кто-нибудь. То есть привлечение таких узких интересов на сторону голосования. Ну, кроме всего прочего, Кобзев судим по двум статьям Уголовного кодекса. Это нарушение авторских и смежных прав, а также какое-то там преступное обращение с информацией. В общем, весьма специфические приговоры. Я не знаю, сняты ли с него эти судимости, но судя по тому, что он прошел вот этот фильтр и был признан в праве участвовать в выборах, наверное, сняты. Но сам факт судимости, конечно, не придает особого веса этому кандидату. С другой стороны, конечно, он и так абсолютно никому неизвестен и для галочки, значит, числится в списке. Следующая в моем списке Зульфия Гайсина. Баллотируется она от партии «Яблоко». Честно говоря, я думал, что «Яблока» уже давно нет в Башкирии. И не только я так думаю. Это, как говорится, три сестры и дядя Ваня. И вот внезапно «Яблоко» набирает 454 подписи муниципального депутата. Напомню, что в прошлый раз, когда Зульфия Гайсина пыталась участвовать в выборах и представляла открытую Россию, она не смогла набрать даже 200 подписей простых граждан простым обходом по квартирам, то есть в простой форме. Не то, что муниципальных депутатов. Но природу происхождения ее подписи я объясню чуть позже. Я абсолютно уверен, и это мое субъективное суждение и мнение о том, что госпожа Гайсина – это стопроцентный спойлер. Это человек, который тоже призван занять свою нишу. Может быть, за нее проголосуют обманутые дольщики. Хотя, конечно, здесь очень большие сомнения. И, честно говоря, в последнее время то, что творится вокруг их вот этой организации, конечно, наверное, не прибавляет ей электоральной привлекательности. Но, в общем, это тоже спойлер. Далее оптом упомянем представителей системных парламентских партий. Это КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». И, соответственно, господин Кутлугужин, Сухарев и Игнатьев. Ну, их прохождение муниципального фильтра в данных условиях, конечно, самое, наверное, объяснимое. Как-никак у этих партий достаточно много муниципальных депутатов от их партий. Как-никак у этих партий, у этих людей есть какие-то аппараты, люди и какие-то команды здесь на территории. Не обсуждая популярность каждой в отдельности из этих партий, мы понимаем, что, в принципе, для них было потенциально возможно собрать эти подписи. Хотя здесь тоже не обошлось без каких-то подозрительных компромиссов. Например, господин Кутлугужин в последнее время вызвал внутри собственной партии огромное недовольство и однопартийцев, и избирателей. И, в общем-то, конечно, объективно, наверное, не смог бы собрать подписи без помощи из Белого дома, какова ему была обещана и, в общем-то, оказана. В партии ходят слухи о том, что КПРФ прощается с Кутлугужиным, о том, что он покидает свой пост руководителя Резкома, и вот эта его лебединая песня в роли кандидата в главы Республики Башкортостан. Есть некий расчет за то, что с ним случится впоследствии, а впоследствии ему пручат место главы одного из районов Республики Башкортостан. Господин Игнатьев, представляющий «Справедливую Россию», абсолютно автоматическое решение со стороны партии. Никаких чудес мы здесь ждать не будем. Я думаю, что мы не увидим и активности самой партии в предвыборный период. А вот господин Сухарев, как ни странно, после всех скандалов, перипетий с коммунистами, вполне в Башкирии может занять роль догоняющего, по крайней мере в кавычках, за лидером в этой гонке. Ну и самое неожиданное это то, что документы сдал и их приняли господин Кадыров, которые представляют партию ветеранов. Хотя с натяжкой можно предположить, что партии, в которой есть Нагорный и Хазигалеев, вполне могут ресурсно обеспечить сбор подписей. Про Барабаша хотелось бы сказать отдельно. Появился он вообще на дистанции в последний момент. То есть загодя не было речи о том, что он будет баллотироваться. Мы помним там такую полудиктивную историю, от какой партии пойдет или не пойдет Барабаш. Ну и я могу отметить, что Барабаш единственный кандидат, у которого действительно была работающая система именно сбора подписей. Не хитрых механизмов, а вот обзвон договоренности, недоговоренности. То есть такой длинный, долгий, неприятный процесс, который он уже в определенном смысле описывал. И говорил о том, что очень непросто было собирать эти подписи ему и его команде, несмотря на то, что он заранее кулуарно готовился и договаривался с этими депутатами. И вот на фоне этого, именно того, что сделал Барабаш, и как непросто он сдавал подписи в Центризбирком, когда там проверяли каждую запятую, тем более удивительно, каким же образом подписи были собраны Гайсиной, например, Кобзоном. И, ну, в определенном смысле и Кадыровым. Дело в том, что вот есть здесь очень простая арифметика. 2014 год, господин Сарбаев, бывший премьер-министр Республики Башкортостан, очень известный, авторитетный человек в разных кругах, несмотря на то, что в тот момент существовал некий конфликт с Хамитовым. Ну, то есть человек, которого представлять никому не нужно было. Ресурсный, влиятельный, авторитетный. Так вот он с огромным скрипом, еле-еле, один в один набрал эти подписи муниципальных депутатов. А господин Кобзев же, например, он вообще не в курсе, как это было и как это происходило. И когда его спросили, как же вы собрали подписи, он сказал, я не знаю, я не собирал. Это там у меня кто-то из партии собирал. Вот этой всемогущей партии пенсионеров за социальную справедливость. То же самое примерно с Гайсиной. Она была занята здесь какими-то съездами дольщиков, то есть вот этими своими опереточными мероприятиями. При этом у нее с подписями тоже все в порядке. Разгадка этого секрета, этой загадки очень проста и, к сожалению, банальна. Как мне рассказали люди из среды внутриполитического блока администрации Хабирова, все было просто. Раздалось несколько звонков главам районов, которым сказали, дали разнарядку. Ваши депутаты подписывают вот этому, этому, этому кандидату. Приехали люди с бумажками, подписали, заверили нотариально, уехали. Ну, в общем, конечно, понятно, что само по себе и даже естественным путем при нашей ситуации это случиться не могло, и этому способствовали. Вот зачем способствовали, мы поговорим об этом отдельно. Так как же выглядит этот муниципальный фильтр? Насколько это сложно или не сложно, возможно или невозможно, и насколько недостоверным был сбор этих подписей для некоторых из кандидатов в главы республики Башкортостан. Всего в Башкортостане около 10 тысяч муниципальных депутатов. Вот действительно, столько много, да? 10 тысяч муниципальных депутатов. В каждом селе, в каждом городском округе, а в некоторых округах и по нескольку советов, в общем, и вот набегает такая цифра. 10 тысяч. Каждому кандидату нужно было набрать 454 подписи плюс там какой-то запас, по-моему, 5%. То есть, ну, для ровного счета будем считать, что 500. 10 кандидатов, которые пошли собирать эти подписи, это 5 тысяч муниципальных депутатов. Несложный подсчет говорит нам о том, что в этом году, в этот раз, половина, 50% муниципальных депутатов были задействованы в эту историю. Такого не было никогда. Не знаю, повторится ли еще. И, в общем, конечно, это вызывает огромное количество вопросов. Возвращаясь к господину Кобзону и господину Сарбаеву, мы делаем такой странный и печальный вывод, что та конструкцию, которую создали сейчас здесь, в республике, фактически уравнивает политический вес Сарбаева и Кобзонова. Это два просто персонажа, которые настолько, ну, как скажем, несоизмеримы между собой ни по статусу, ни по опыту, ни по узнаваемости, ни по влиянию в республике Башкортостан, что я специально их выбрал для того, чтобы иллюстрировать ту абсурдность ситуации, которая у нас сложилась. То есть прошло всего пять лет, и за эти пять лет, видимо, Кобзон набрал вес политического и общественного ровно до уровня Раиля Сарбаева образца 2014 года. Это, конечно, фактическое подтверждение, ну, скажем так, некой недостоверности вот этой ситуации. Ну и, кроме всего прочего, вовлечение пяти тысяч муниципальных депутатов в процесс тоже, конечно, вызывает много вопросов. То есть каким образом так получилось, что они вдруг себе кинулись участвовать в этих вещах, я не знаю. Дело в том, что любой муниципальный депутат вправе отказаться подписывать предложенную ему рекомендацию и сказать, нет, я там не голосую, да, условно говоря. Ну и таким финальным аргументом против вот этой системы и аргументом, который ставит под сомнение ее работоспособность, является тот аргумент, что большинство муниципальных депутатов — это единороссы, абсолютное большинство, там с перевесом, наверное, там 85-15, вот так. И почему-то в этом году муниципальные депутаты и единороссы вдруг кинулись помогать чуждым и даже иногда враждебным для них партии. Я не понимаю, каким образом удалось убедить верных ленинцев, значит, коммунистов голосовать за яблоко гайсиной или там ярких представителей партии жуликов и воров на местах голосовать за то же яблоко, я не знаю. Но, видимо, вот эти волшебные звонки из Белого дома, они делают чудеса из любого единоросса, делают тайного поклонника партии яблоко. Еще одной странностью вот этой подписной кампании, я имею в виду подачи документов по муниципальному фильтру, было то, что реальные проблемы, которые были, впрочем, преодолены, с подписями были только у Владимира Барабаша, его подписные листы проверяли и изучали дольше всех остальных, он был на грани того, чтобы не пройти этот фильтр буквально одну подпись еще, если бы признали недействительной, и он бы не прошел, но этого не случилось. Проверяли все вот буквально так, что должно быть написано муниципальный округ Г.УФА, если точки не стоит, значит не годится этот подписной лист, или, например, написано муниципальный округ ГОРОД УФА, словом написано, это тоже признавалось ошибкой, но, по крайней мере, формально таковы правила Центра Сбиркома. Но факт остается фактом, 8 человек у нас в бюллетне, и теперь можно перейти уже непосредственно к тем предполагаемым прогнозам и предполагаемым результатам, которые могут быть получены на этих выборах. Тут, конечно, надо бы начать даже не с цифр, а с того, почему вообще так произошло. Мы помним, что после вот этого совершенно ужасного и безобразного явления по форме, а не по содержанию, я имею в виду пятый всемирный Курлтай Башкир, Ради Хабиров внезапно улетает в Москву, возвращается оттуда с какими-то историями о том, как он плодотворно пообщался с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. На самом деле, видимо, происходили там события и не только радостные и мажорные. Судя по всему, за вот эту безобразную картинку на многих, и в том числе зарубежных экранах о пятом всемирном Курлтай Башкир, Ради Хабирову досталось на Старой площади. И, соответственно, вдруг внезапно изменилась концепция выборов после этой поездки в Москву. По всей видимости, кураторы выборов Республики Башкортостан проанализировали ситуацию, складывающуюся в регионе, и решили внести срочные коррективы в ту концепцию, которая, собственно, уже сложилась и постепенно реализовывалась. Внезапно решили допустить всех. Ну, кроме совершенно отчаянных фейков и эфриков, прошли все вот восемь желающих. Если бы их было восемнадцать, наверное, прошло шестнадцать. С чем связано это все, мы пока не знаем. Видимо, существует некое опасение того, что будет очень низкая явка, а явка нужна для легитимности выборов. Тут простая арифметика. Если на выборы придет 30% избирателей, а проголосует там, условно, 60% из них, то фактически голос за кандидата отдает не то, чтобы меньше половины, а там вообще близко к третьей населения, да, то есть даже меньше, чем третьей. Соответственно, им нужна хорошая явка, которая бы вышла бы за 50%, желательно, чтобы это было 60 или 70, но это, конечно, недостижимая абсолютно цифра, потому что такие цифры нынче у нас на выборах президента Российской Федерации обычно. То есть интерес все-таки таким выборам побольше. И возникли опасения, что люди просто тупо не придут на выборы, в том числе и по причине того, что весь предвыборный период, такой, в кавычках, предвыборный период, все эти 9 месяцев, официальная пропаганда Республики Башкортостан забивала в головы обывателя, что, ну, выбора особенно нет, что Радий Фаритович, безусловно, победил и победит, и тут сомневаться не в чем, он там сам это все многократно подтверждал своими поручениями на годы вперед. Соответственно, это имеет некую обратную силу, эта история, люди просто сделают логический вывод, ну, а что ходить на выборы, если так Радий Фаритович дорогой уже победил. Это не на руку. Единороссам, единороссам нужна явка, и вот, значит, появилось 8 кандидатов. Каждый из этих кандидатов призван играть свою роль, у него своя партитура, и, в общем-то, свое призвание, и они все расписаны в этом секретном плане политтехнологов Белого дома. Ну, я уже говорил про Гайсину, которая как будто бы, значит, должна привлечь на свою сторону обманутых дольщиков. Кобзон как будто бы должен привлечь на свою сторону вот этих вот интернет-избирателей, которые ничего, кроме социальных сетей, не приемлют, и, там, условно говоря, какой-нибудь Кутлугужин им совсем не нужен. Сам по себе Кутлугужин призван вокруг себя собрать коммунистов, но теперь большой вопрос, ну, проголосуют ли за него люди с этой точкой или с этим мировоззрением, хотя, скорее всего, конечно, в историю с скандалом внутри партии погружены, вовлечены только те, кто вообще пристально следит за политическим процессом в республике Башкортостана. Обыватель, находящийся на позиции коммунистической идеологии, конечно же, наверное, просто автоматически проголосует, увидев там серп и молот в бюллетне. Ну, Игнатьев, Сухарев тоже отчасти должны собрать свои проценты традиционные. У каждой из этих партий есть некий ядерный электорат. Это люди, которые от раза к разу голосуют за свою вот партию. То есть, ну, есть такие люди, которые говорят, я буду голосовать всегда за ЛДПР. То есть, что бы там ни случилось, чего бы ни наговорил там Жириновский, что бы он ни сделал, с кем бы он ни спал и с кем бы он ни ел, ЛДПР получит голос этого человека. Ну, так бывает. Примерно то же самое с «Справедливая Россия», хотя, конечно, ее процент, ее электорат ничтожен и приближается к статистической погрешности. Ну, так какова будет раскладка в итоге по процентам и по количеству голосов у каждого из этих кандидатов? Прогнозировать реальные результаты каждого кандидата, конечно, дело неблагодарное. Называть точные цифры, наверное, не возьмется никто. Я имею в виду там сотые-десятые процента, а именно о таких величинах на самом деле идет разговор в случае про там Кобзона, Гайсину и Кадырова. Но здесь важнее поговорить про некое противостояние двух факторов, а именно вот эта многочисленность кандидатов и те цели и задачи, которые поставлены непосредственно перед Хабировым в плане того, какими должны быть выборы и как они должны закончиться и какой там искомый у него результат. По поводу планов «Единой России» много и подробно на прошедшей неделе говорил господин Сидякин. Для него это не очень свойственно. Как он сам заявил в самом начале своей карьеры на посту руководителя администрации Ради Хабирова, он перестает быть публичным человеком, перестает там комментировать что-то и делать. Он будет там из тени, значит, руководить рычагами, нитками, тросами и так далее. Но, тем не менее, Сидякин выступил на портхозактиве «Единой России» на прошедшей неделе и сообщил нам несколько очень любопытных вещей, на которые обратили внимание журналисты и политтехнологи, и политологи, ну и, наверное, некоторые особенно активные избиратели. Во-первых, Сидякин сообщил нам, что за истекшие девять месяцев правления Ради Фарепча Хабирова в республике Башкортостан резко повысился уровень счастья среди простого населения и привел какую-то совершенно фантастическую цифру. Он сообщил, что, например, при Хамитове было 55 людей счастливых в республике Башкортостан, а при Хабирове стали 68. На вопрос, откуда взялись эти цифры, Сидякин сказал, что это секретные опросы, дали ему такую информацию. Ну, в общем, конечно, про любую информацию можно так говорить, и ничего тебе за это не будет, да? Ну, ладно, это так почти шутка, а вот по поводу планов партии жуликов и воров, от которой идет Ради Фарид Чахабиров на выборы, Сидякин сказал более конкретные вещи. Во-первых, Сидякин планирует, чтобы явка на выборы была не ниже 50%. Сидякин еще до окончания регистрации кандидатов уже знал, сколько их будет, и сообщил об этом широкой общественности. Он назвал как раз ту самую цифру 8, которую мы теперь уже имеем. Собственно, в середине недели господин Сидякин уже точно знал, кого он пропустит, а кого не пропустит на эти выборы. Ну, и также Сидякин сообщил, что все избирательные участки в Республике Башкортостан будут оснащены видеонаблюдением. Это очень хорошо и правильно. Однако Сидякин ушел от ответа на вопрос о том, в каком порядке будет храниться этот видеоматериал, как будет предоставляться, а самое главное, какой срок он будет храниться, чтобы его можно было анализировать и проверять результаты выборов. Об этом Сидякин не упомянул. И в оконцовке этого выступления на партхозактиве партии жуликов и воров Сидякин сообщил о том, что выборы в Башкортостане, вот эти выборы главы Республики Башкортостан будут беспрецедентно честными и прозрачными. Вообще, конечно, каждый раз я улыбаюсь, каждый выбор улыбаюсь от того, что руководители и партийные функционеры каждый раз говорят о том, что «а вот теперь мы сделаем выборы еще честнее и прозрачнее». То есть, видимо, нет конца совершенства, но судя по количеству раз, которые мы слышали эту фразу, наши выборы в России и в Республике, они должны быть на 200, на 300, на 500 процентов или на 146 процентов честнее, чем в любой другой стране мира, хотя, к сожалению, это не так. Ну вот теперь мы вплотную подходим к целям, задачам Хабирова. Мы уже поговорили о том, что представляет себе как технические задачи явки господин Сидякин, и что же теперь в конечном итоге хочет получить на выборах Хабиров, помимо заветной должности главы Республики Башкортостан. Очевидно, что Хабиров будет пытаться доказать, что выборы прошли абсолютно честно, абсолютно законно и абсолютно спокойно. Вот эти три основные параметра, скорее всего, лягут в основу концепции выборов Хабирова. Это достоверность, это массовость и это чистота. Ну так вот назовем их, да, немножко перефразируем. Достоверность будет обеспечивать, судя по всему, информационный блок Хабирова, то есть он будет рассказывать все газеты, и интернет нам будет, и телевизор будет рассказывать о том, что, да, вот там, значит, везде явка, там, пришествие, голосование, там, экзит-пулы. Покой, видимо, обеспечат силовики и представители избиркомов на местах. Частота выборов, имеется в виду прозрачности, и прочий вот этот фактор, который должен будет обеспечить Хабиров. Я думаю, что они здесь задумали такую вещь, что не будет вот этих вот классических каруселей, там, таких вот тупых вбросов, когда, там, директор детского сада идет с пачкой, там, бюллетней, с трудом протолкивает их в эту узкую щель, значит, это все снимает, там, 10 камер, потом появляется где-нибудь в интернете и гуляет, там, по 3 года. Я думаю, что таких технологий предпринято не будет, будет что-то более простое и понятное, но, в общем, поживем, увидим. Ну, и завершая тему выборов на сегодня, на вот этапе вот этой недели, я скажу такую вещь. Проводить правильные, честные выборы – это правильно. Обещать правильные, честные выборы – это тоже правильно. Но обещать, как известно, не значит жениться. И я делаю такой вывод. Вот на все вот эти намерения Сидякина и Хабирова мы уже точно и очень хорошо знаем в Республике Башкортостан, что такое нечестные выборы. И я уверяю, что мы быстро и четко отличим честные выборы от нечестных. И в этот раз, если у Хабирова получится провести честные выборы, а у него есть для этого все возможности, и пока еще каких-то существенных нарушений или каких-то изъянов в этой схеме нет, если не считать, конечно, вот этот абсолютно дикий набор кандидатов, если не считать отсутствие в списке кандидатов реальных конкурентов, то тогда это все может быть. Но, честно говоря, довольно неинтересно смотреть на то, как честно выясняют, сколько человек проголосуют за Кобзона. А сейчас я расскажу об одном событии, которое непосредственно касается наш канал, которое касается наших зрителей и подписчиков. Это история о том, что Башспирт все-таки подал на нас в суд. По прошествии месяца Башспирт окончательно обиделся на то, что мы назвали предыдущий менеджмент этой компании вороватым и жуликоватым. Они подали иск в арбитражный суд о защите, чести и достоинства, и деловой репутации, значит, и так далее, и так далее. В общем, конечно, ситуация странная, но она была странной ровно до того момента, как добрые люди из Белого дома мне не пояснили эту картинку. На самом деле, инициатором этого судебного разбирательства и претензий является, в общем-то, не добрейший и спокойнейший Рауф Самигулыч Нагуманов, который сейчас возглавляет Башспирт, а, как ни странно, Олег Владимирович Полставалов. Олег Владимирович, видимо, смертельно обиделся на тот ролик, который мы делали про него лично, на то, как мы охарактеризовали его профессиональные качества и так далее. И вот, выбрав удачный момент, организовал вот этот иск. Башспирт, помимо защиты своей деловой репутации, хочет еще получить с меня 1 миллион рублей в качестве компенсации. Ну, в общем, посмотрим в суде, попытаемся объяснить, как все было на самом деле, кто что имел в виду. Подобные суды непростые и достаточно дорогостоящие мероприятия, потому я впервые обращаюсь к зрителям-подписчикам нашего канала с конкретной просьбой о содействии и о помощи. Чем можно помочь нашему каналу? Это, в первую очередь, как ни странно, деньгами. Мы в каждом ролике показываем наш расчетный счет, счет карты Сбербанка, на который можно перевести деньги. И я обращаюсь к нашим подписчикам с просьбой о финансовой помощи, чтобы они помогли нам собрать необходимые деньги на расходы на юристов, на все эти процессы, потому что, возможно, придется съездить в Челябинске, в Екатеринбург, я имею в виду апелляционные конституционные инстанции, и так далее, и так далее. В общем, мы будем обязательно доказывать свою правоту в суде, в любом случае, мы будем обязательно об этом рассказывать. Ну, а заодно теперь уже придется и говорить обширно, долго и интересно о самом Башспирте, о его истории, о тех историях, которые в нем происходили раньше, а этих историй очень много. И, собственно, о том, что там происходит сейчас. Там действительно тоже много интересного происходит, в том числе и в кадровом составе руководства Башспирта есть очень интересные и неожиданные фигуры. Вот я вчера покопался в новом менеджменте, топ-менеджменте Башспирта. Повторюсь, Башспирт обиделся на то, что мы назвали предыдущий менеджмент, который возглавлял господин Князев, вороватым и жуликоватым. Вот дословно те слова, которые до глубины души оскорбили нынешний менеджмент компании Башспирт. Моя личная позиция в том, что Башспирт – это высоко рентабельное, высоко маржинальное предприятие, которое, во-первых, очень дурно управляется, действительно, менеджмент там вороватый и жуликоватый. Его нужно целиком менять, а вот менять форму собственности этого предприятия точно не нужно. Там нужен порядок и начинать получать большую, хорошую прибыль от продажи алкоголя не только внутри республики, но и за ее пределы. Непредвыборных новостей на прошедшую неделю в республике было немного, но они были. И вот эту историю, которую я хочу сейчас рассказать, я ее называю вкратце «Нефтекамск-Камбарко-Росатом». О чем идет речь? В 23 километрах от города Нефтекамска, уже на территории сопредельной республики, находится город Камбарко. В этом городе с незапамятных времен, еще с советских времен, было предприятие по утилизации боеприпасов. Ну, оно уже перестало там работать. И вот на базе площадей и мощностей, и возможностей этого предприятия возникла идея создать предприятие по утилизации особо опасных отходов первой и второй группы. Жители Ижевска, жители Камбарки, в общем-то, закономерно обеспокоились тем, что будет происходить с экологией в районе их проживания. Возникли стихийные протесты, митинги. Потом они начали более или менее оформляться в какие-то инициативные общественные группы. И, в общем, это движение в Камбарке и в Ижевске уже разворачивается и полным ходом идет. А протесты, обсуждения, всевозможные дискуссии на эту тему идут. И вот этот процесс докатился до Нефтекамска. Напомню, что от места предполагаемого полигона по уничтожению ядерных отходов компании «Росатом» до Нефтекамска всего 23 километра. Нефтекамцы тоже обеспокоились этой ситуацией и тоже стали высказывать свое негативное отношение к подобной инициативе. Так вот, странность ситуации заключается не в том, что люди обеспокоились экологической обстановкой в месте своего проживания, а тем, кто и как начал этим всем манипулировать. Но, первонаперво, возникла инициатива нашей любимой партии жуликов и воров. «Единая Россия» командировала своего начальника республиканского Ахмадинурова в Нефтекамск. Он приехал, стал махать руками, рассказывать о том, как он сейчас здесь возглавит этот процесс, и все будет правильно и контролируемо. Но неожиданно Ахмадинурова, активисты этого всего движения, отвергли и сказали, что мы как бы обойдемся и без вас. Ну, что делать дальше? Почему-то обвиняли во всех этих протестах и мероприятиях депутата Госсобрания от Нефтекамска и от партии КПРФ Ильгама Галина. Я не нашел подтверждения того, что Галин был инициатором этого протеста, да и это было бы очень странно. Вполне себе законопослушная и очень лояльная КПРФ в Башкирии не способна на подобные мероприятия в принципе. Но дальше совсем странные вещи стали происходить. Протест против предприятия «Росатом», глубоко государственного и такого, прямо скажем, полностью интегрированного в концепцию российского государства, абсолютно лояльное предприятие. Вдруг против него митинг согласовывает новый молодой глава города Нефтекамска Мавлеев. В общем, честно говоря, я окончательно запутался. Инициатор митинга, который пройдет завтра, митинга протеста против организации вот этого предприятия в Камбарке, является «Народный фронт «Регион». Это такая организация сугубо нефтекамская, не путать с «Народным фронтом» ОНФ. Они никогда не были там в каком-то таком плотном контакте с местными властями и всегда находились в определенной оппозиции к своим местным региональным властям. Вдруг Мавлеев поддерживает их, почему-то обвиняют во всех грехах Галина. В общем, абсолютная какая-то неразбериха. Судя по всему, конечно, там целый комплекс каких-то скрытых интересов, влияния и так далее. Единственное, что я могу точно констатировать в этой ситуации, что то, как прозвучало при назначении Мавлеева в Нефтекамске главой, это не состоялось. Напомню, что во время его назначения прозвучало, что закончились там клановые войны, что Галин, Мавлеев больше не противостоят друг другу и не будут конфликтовать. Но вот, к сожалению, это не случилось. Мы уже видим взаимные претензии, обвинения. Мы уже видим совершенно какие-то нелогичные действия со стороны господина Мавлеева в отношении Галина и в отношении местной общественности. То есть, судя по всему, младший Мавлеев оказался не вполне способен к руководству этим сложным городом, не вполне разобрался или не вполне управляет и регулирует процессы, которые в нем происходят. Общественность отдельно, политические группировки отдельно. А вот это событие, которое явилось катализатором этого конфликта, я имею в виду вот этот протест против предприятия в Камбарке, он вообще полностью внес абсолютную сумятицу в ситуацию. Ну, в общем, посмотрим, во что это все выльется. В конце концов, в основе всего этого лежит вполне себе позитивный посыл о сохранении экологии и безопасности проживания. Ну, посмотрим, кто возглавит этот процесс и кто его будет поддерживать в Мстикамске. В контексте проблемы обманутых дольщиков и долевого строительства на прошедшей неделе, в общем-то, ничего существенного не случилось, но случилась одна неприятная, скандальная история чисто информационного характера. Внезапно 9 июля на портале Сабкор 02 вышла информация о том, что владельцы компании-застройщика Серебряного ручья, отец и сын Богоудинова объявлены в международный розыск. Новость эта, конечно, потрясла до глубины души всех дольщиков, всех людей, вовлеченных в этот процесс. Несколько часов это все очень бурно обсуждалось в соцсетях до того момента, когда выяснилось, что это неправда. Я не знаю, что сподвигнуло Светлану Валееву подать такую информацию на своем портале Сабкор 02. Я не знаю, почему Эхо Москвы и некоторые другие источники столь поспешно растиражировали эту информацию. Впрочем, Эхо Москвы, как все-таки качественный источник информации, через несколько часов ближе к вечеру опровергли эту информацию, но Аутсабкор 02 не стал этого делать. Тем не менее, и дольщики, и сами пострадавшие условно от этой информационной атаки Богоудиновы подтвердили то, что это неправда, заявили о своем присутствии в стране, а там еще упоминалось, что они там убежали в Германию, там прячутся, видимо, там, и прочее. То есть важнее, конечно, не сама эта история, она, слава богу, завершилась, и эффект от нее не был значительным. Важнее то, что кому это надо и кто зачем это делает. Мне складывается впечатление, что по мере приближения решения проблемы Серебряного ручья, а уже через две недели будет четко объявлено о решении этой проблемы на расширенном заседании Президиума правительства Республики Башкортостан. Там будут даны уже конкретные сроки, параметры кредита, подтверждены все документально вещи с банком ВТБ и так далее. По мере приближения этого события кто-то в панике стал понимать, что они упускают эту свою жар-птицу и птицу счастья. Я имею в виду вот эти банкротные барыши, которые мерещились многим в Серебряном ручье, тут, хочешь не хочешь, приходят на ум вот эти тезисы этих лишних людей, всяких Гайсиных, Листковых и Гуськовых, о том, что необходимо банкротить Крону и вообще банкротить все подряд вокруг себя, все, что живет и движется. Ну, я не обвиняю их напрямую в том, что они вбросили эту информацию. Однако, ну, больше кроме них, кого-либо кто так активно говорил о необходимости банкротства Кроны и прочего, я не припоминаю. Ну, и еще здесь, конечно, есть такая странная странность в том, что вообще источник вот этой дезинформации, САПКОР-02, традиционно считался милицейским рупором таким негласным. госпожи Валиевой информация поступала непосредственно от руководства и пресс-службы МВД, которую она распространяла там так или иначе. Но в данном случае я не думаю, я не склонен обвинять МВД, полицию или еще кого-то в подобной дезинформации. Видимо, как говорится, какой-то левый заказ света взяла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова